Музей истории города-курорта. Здесь расположен избирательный участок 46-54. До выборов еще чуть больше двух недель, но здесь уже кипит работа. Члены участковых комиссий принимают заявления от избирателей о включении в списки для голосования по месту пребывания. Хотела бы проголосовать на вашем участке, потому что я здесь работаю. И в этот день я буду на рабочем месте, поэтому разрешу дать мне. Хорошо, пожалуйста. Наталья Скороход – смотритель музея истории города. Живёт и прописано на улице Кубанской, но в день голосования будет находиться в музее. Теперь, благодаря поданной заявке, здесь же 18 марта и проголосуют. Избиратели, которые находятся в день голосования здесь, в городе Сочи, но прибывшие из других субъектов Российской Федерации, из других районов Краснодарского края, могут подать свои заявления о включении в списки избирателей уже непосредственно в участковую избирательную комиссию. Помимо избирательных участков, такие заявления продолжают принимать территориальные избирательные комиссии, МФЦ, портал госуслуги. Их примут по 12 марта включительно. Всего в Сочи 347 тысяч избирателей. О предстоящих выборах их будут информировать через вот такие буклеты. Их будут разносить по адресам, раздавать лично или оставлять в почтовых ящиках. Тираж первой партии – более 160 тысяч листовок. Здравствуйте. Мы принесли вам приглашение на выборы. Пожалуйста, 18 марта приглашаем вас всех на участок, на выборы. Знаете, ваш участок где находится? Конечно. 164. Узнать, где находится ваш избирательный участок, можно на сайте Центральной избирательной комиссии России. Ну а с 8 марта начнется прием заявлений от тех, кто по состоянию здоровья не сможет прийти на участок в день голосования. На основании таких заявлений члены участковых избирательных комиссий в день выборов 18 марта выйдут на дом к таким желающим выполнить свой гражданский долг.